Здравствуйте, дамы и господа! Меня зовут Катя, и сегодня я снимаю видео вопрос-ответ, который у меня называется Белка Аск, и этой рубрики на моем канале не было 6 месяцев. Вопросы вы мне, как всегда, задавали в моем инстаграме, здесь 266 вопросов. К сожалению, я не могу ответить на все, но постараюсь ответить на интересующие вас вопросы. Ну а перед началом этого видео я бы хотела вам рассказать об очень классном конкурсе, который проводит Тедди. Лично я просто обожаю конкурсы, и по-моему их любят все. Я думаю, что вы когда-либо слышали о компании Тедди, кстати, у них очень вкусные фруктовые пюрешки, которые, кстати, без сахара. Так вот, суть в том, что компания Тедди проводит конкурс, в котором разыгрывается 10 тысяч призов. Просто вдумайтесь в эту цифру, 10 тысяч призов. Знаете, что это значит? Это значит, что каждый из вас сможет получить гарантированный приз. Обязательно торопитесь, потому что, как я уже сказала, первые 10 тысяч людей получат свой гарантированный приз. Вам, наверное, стало интересно, что же это за такой гарантированный приз. Вы сможете выбрать между вот такими вот Тедди наушниками и трэвел-подушкой. Я вам хочу показать наушники, потому что они действительно классные. Наушники просто суперские, мне они очень понравились. Я больше чем уверена, что сейчас вас заинтересовало, так что поведаю вам условия конкурса. Первое. Зайди на сайт Тедди. Ссылка на сайт будет в описании. Второе. Посмотри видеорок от Маши Ежаковой и Тимохи и повтори движение. Третье. Сними видео, как ты танцуешь. Четвертое. Загрузи видео своего великолепного танца в YouTube, Instagram или же ВКонтакте и не забудь хэштег «Танцуй с Тедди». Мне кажется, условия конкурса крайне просты и я бы действительно советовала вам участвовать в этом конкурсе. И самое классное то, что каждый участник танца сможет получить гарантированный приз. И раз уж я заговорила об участниках, скажу, что в танце может участвовать от 1 до 100 человек. Кстати, у Тедди есть канал на YouTube, ссылку на него оставлю в описании. И там можете посмотреть видеорок от Маши и Тимохи. Ссылочку на него тоже оставлю в описании, обязательно смотрите. В группе Тедди ВКонтакте проходят еженедельные розыгрыши призов. Каждую пятницу Тедди разыгрывает суперпризы за классное и креативное исполнение танца. Но когда ты станцуешь свой прекрасный танец и выложишь его в сеть, заходи в группу Тедди ВКонтакте и нажимай «Написать сообщение». Затем напиши Тедди «Привет, Тедди, я хочу получить приз». И все, приз уже у тебя в кармане. Тедди спросит тебя, какой приз ты хочешь получить и спросит адрес доставки, который, кстати, будет бесплатный. Если вдруг чего-то не поняли, обязательно заглядывайте в описании, там будут еще раз прописаны условия. И я оставлю там все ссылки. Участвуйте в конкурсе, берите своих друзей, одноклассников, семью, родственников. Танцуйте, получайте гарантированные призы. Суперский конкурс, обязательно участвуйте. На первый вопрос я отвечаю всегда и звучит он так. Кем работает твоя сестра? Кто не знал, Даша моя родная сестра. Да, у меня есть родная сестра. И многие думают, что она модель, но нет, она фотограф. Какие твои любимые прически? Вообще, я очень люблю два колоска, то есть они заплесены отсюда и вот здесь. Но проблема в том, что я не умею их делать. Если бы я умела делать колоски, то я бы ходила с ними каждый день. Но проблема в том, что я даже вот такие вот косички отсюда, не отсюда, а просто вот отсюда, не могу аккуратно сделать. В общем, чаще всего я хожу с хвостом, спасибо, что хоть что-то я умею делать на своей голове, и с распущенными волосами. Когда неделя влогов? Вам очень понравилась моя предыдущая неделя влогов, и я безумно рада. Я пересматривала ее, читала ваши комментарии. Это все очень-очень приятно. Спасибо вам огромное. Я постараюсь снять неделю влогов, когда мне будет проходить в жизни что-то интересное. Я думаю, что это будет в июне, потому что в мае у меня сейчас будет подготовка к экзаменам, потому что я в восьмом классе, и мне нужно для перехода в девятый сдавать некоторые экзамены. Надо будет все повторять, учить. Я не уверена, что у меня будет время снимать неделю влогов, так что как только я сдам все экзамены и спокойно дышу иду на каникулы, обязательно сниму на неделю влогов. В каком году создала канал? Вообще этот канал был создан в 2013 году, но он одно время просто пустовал, я на него ничего не снимала, и снимать я на него начала только в 2015. Это был конец лета. Как ты сдерживаешься перед вкусняшками? Тяжело не есть сахар. Это единственный вопрос про сахар, на который я отвечу в этом видео, потому что у меня будет отдельный ролик, который будет посвящен только моему питанию, моему отказу от сахара, и я буду отвечать на ваши вопросы, которые вы опять же будете мне задавать в инстаграме. Я снова сделаю пост, так что если вас что-то интересует, то, как я уже сказала, пишите мне в инстаграм, я скоро делаю пост. Это бит, это мотив. Ну так вот, как я сдерживаюсь перед вкусняшками? Никак, потому что я их ем. Вкусняшки это понятие в принципе растяжимое, и для каждого вкусняшки свои, но я ем десерты без сахара, всякие конфетки, чизкейки, это все есть без сахара. Конечно, основные мои вкусняшки это фрукты и сухофрукты, но иногда я ем десерты без сахара, и чувствую я себя прекрасно, они очень вкусные, не менее вкусные, чем чизкейки с сахаром. У тебя очень классные фигуры, следишь как-то за фигурой, какой у тебя рост и вес. Во-первых, спасибо тебе огромное, да, за фигурой я слежу, как вы же могли догадаться, это, конечно же, мое питание, также я хожу на танцы, и совсем скоро я начну бегать, потому что у нас уже тепло, я ждала этих дней, и наконец-то я начну бегать у себя по поселку с музычкой в наушниках. Это прекрасно. Рост и вес, я не знаю точный мой рост сейчас, но это где-то 160, возможно, чуть-чуть больше, потому что последний раз, когда я взвешивалась, хотела сказать, измерялась, я была 158, но это было 150 лет назад, поэтому я не знаю, сколько я сейчас, но я предполагаю, что 160. У меня уже язык заплетается, прошу прощения, потому что уже час поздний. А вес мой на данный момент 44 килограмма. Будешь снимать участок тура. Могу сказать, что участок тура звучит очень странно, у меня даже рум-тура на канале нет, но участок тура у меня не было в планах снимать, и я думаю, что нет. Какую страну в будущем хотела бы переехать? Пока что я не могу ответить на этот вопрос, потому что из всех стран, в которых я была, а это где-то 8 стран, ну это абсолютно немного, ни в одной из этих стран я бы не хотела жить постоянно. То есть уехать туда на какое-то время, на месяц, на два, может быть, но жить там постоянно нет. Ты бы отказалась от инстаграма навсегда, если бы тебе дали 100 тысяч рублей? Нет, и еще раз нет. Что мне эти 100 тысяч рублей? Нет, 100 тысяч рублей это, конечно, классно, но я не готова отказываться за них от инстаграма, потому что это мне просто ничего не даст. 100 тысяч рублей это просто деньги, которые я потрачу, и все, а инстаграм это нечто большее. Безусловно, мне хочется поддерживать общение с вами, потому что вы в любое время можете дать мне какой-то совет, как-то помочь мне. Общения с вами через ютуб мне просто недостаточно, да и согласитесь, в инстаграме проводите намного больше времени, чем в ютубе. Если вы хотите больше общения со мной, то можете подписаться на меня в инстаграм, я вам очень часто отвечаю в директ. Когда вы спрашиваете меня о питании, о том, что я не ем с сахаром, чтобы я посоветовала вам какой-то магазин, я всегда отвечаю вам. Так что если у вас есть какой-то вопрос, то пишите. Почему ты не красишься? Опять же, тот вопрос, который интересует довольно многих, я считаю, что мне сейчас еще не нужно краситься. Мне всего 14, и чем позже я начну краситься, тем будет лучше. Пока что я не хочу протить, протить, протить. Не хочу я протить свою кожу. Пока что не хочу портить свою кожу, мне прекрасно и без макияжа, так что да, пока что я не хочу краситься. Тебя смотрят твои учителя? Если да, то какова их реакция? Я знаю, что некоторые из моих учителей смотрели мое видео, некоторые меня даже подкалывали с тем видео, где мы с Настей, с моей лучшей подругой, которая как раз таки является моей одноклассницей, ели собачий и кошачий корм, и как-то учительница меня подколола. Еще знаю, что мои видео смотрела учительница по английскому языку, не знаю, смотрит ли она их сейчас, но когда-то она определенно заглядывала на мой канал, но у нас не очень хорошие отношения, она мне там что-то говорила про мои видео, я на самом деле сейчас уже не вспомню. Ну, в общем-то да, некоторые учителя мои видео смотрели. Вот так-то. Как относишься к конному спорту? Положительно. Я, в принципе, очень люблю лошадей и хотела заниматься конным спортом, ну, вот чем-то таким, что связано с лошадьми, но моя аллергия не дала мне этого сделать, потому что я, помню, уже когда-то рассказывала, что я пришла в конюшню, у меня разбул глаз, я расчихалась, даже не дозвалась инструктора и ушла оттуда. Но вообще лошадки очень классные, я их люблю. Поедешь ли ты куда-нибудь из лагерей этим летом или на море? Этим летом в лагеря я точно не поеду, потому что я поняла, что лагеря это как-то не мое. Я не знаю, как танцевальные, но обычные лагеря... Лег... 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 Обычные лагеря наподобие Орленка, Арт-Квеста, Артека... Это не мое. За Артек не ручаюсь, потому что просто там не была. Знаю, что многие дети мечтают туда поехать, но вот у меня нет такой мечты, не хотела бы я туда поехать. Может быть, когда-то я съезжу в Артек, но я бы хотела поехать в Артек не одна, а с кем-то из своих близких друзей. Например, с лучшей подругой, еще с кем-то, с подруженькой, с лягушенькой. За свою жизнь я была только один раз в лагере. Это был Арт-Квест. Это наподобие Артека, тоже лагерь в Крыму, совершенно недалеко от Артека. Не могу сказать, что мне там не очень сильно понравилось. Мне не понравилась сама организация, потому что меня запихнули в отряд с десятилетними, а мне было 12. Ну, как вы понимаете, не очень. Какой-то там мальчик, которому было 12, был в отряде с 16-летними. То есть, это все было очень странно. И еще есть такая одна проблема, так как я теперь не ем сахар, это тоже будет вызывать некоторые сложности, потому что, насколько я помню, почти вся еда, которая нас там кормили, была с сахаром. Как всегда, я долго болтаю. Это был последний вопрос. Очень надеюсь, что вам понравилось это видео. Если так, то не забудьте оценить его лайком. Также подписка на мой канал, если же вдруг еще не подписаны. В описании есть ссылки на мои соцсети. Если вдруг захотите, то можете подписаться. Я буду рада увидеть каждого. Очень люблю вас. Желаю вам всего самого хорошего. Всем пока.